Добрый вечер на телеканале ОТВ прямой эфир. Меня зовут Сергей Старостин. У нас сегодня в гостях заместитель председателя комитета по образованию администрации городского округа Серпухов Ирина Геннадьевна Соскова. Ирина Геннадьевна, здравствуйте. 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 Какие изменения есть? По большому счету в сдаче государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ не изменилось в этом году практически ничего. Лишились некоторые предметы, такие как химия и физика, тестовые части. То есть угадайки в предметах, которые ребята сдают на едином государственном экзамене, практически нет. Это только физики и химии касались? Нет. Ранее тестовые части лишились такие предметы, как литература, общество знаний и некоторые другие. То есть во всех предметах сейчас тестовая часть вообще отсутствует? Тестовая часть отсутствует, да. Ее нет вообще? Да. А сколько у нас в этом году выпускников будут сдавать ЕГЭ 11-классников и выпускников 9-классников, которые будут сдавать тоже экзамен выпускной? В этом году 11-классники городского округа Серпухов в количестве 547 человек будут сдавать ЕГЭ и порядка 1208 человек будут сдавать основной государственный экзамен. Так называются экзамены в 9-м классе. А вот основной государственный экзамен для 9-классников, он вообще что предполагает? Как он проходит и есть ли какие-то обязательные предметы, предметы по выбору, если уж мы на 9-классниках остановились? Да, вот для 9-классников в этом году изменения значительные. Если в прошлом году для получения аттестата им достаточно было сдать 2 экзамена – русский язык и математику, то в этом году обязательными стали 4 экзамена – русский язык, математика и 2 экзамена по выбору. Если говорить о процедуре сдачи основного государственного экзамена, она приближена к процедуре сдачи единого государственного экзамена. Единственное, что пока ребята сдают без видеокамер, видеонаблюдения, и практически все ребята в своих школах, но с этого года некоторые 9-классники, даже основные экзамены, математику и русский, будут сдавать в других пунктах проведения экзамена на базе наших же школ городского округа Сербухов. То есть не так строго 9-классники сдают, как 11-классники? Ну, можно сказать. Пока им такая поблажка. Небольшая. Небольшая. А потом уже, если доучится дальше, то уже тогда… Конечно. Понятно. Вот скажите, возвращаясь опять же к ЕГЭ, поможет ли общая эрудиция ученика сдать единый государственный экзамен? Хорошее знание школьной программы может стать гарантией? Или без специальной подготовки вообще никак не получится сдать? Я хотела бы сказать, что если ребенок ответственно относится и готовится к… выполняет домашние задания, готовится к сдаче единого государственного экзамена и определяется с тем, какие предметы на единственном государственном экзамене он будет сдавать, для выпускника это очень здорово. Чем раньше он определится, тем более высокий балл по результатам сдачи ЕГЭ он получит. И говорить о том, можно ли сдать ЕГЭ на высокий балл без репетитора, вы, наверное, это имели в виду. Можно. Можно. Если ответственно относиться к учебе. Конечно, можно. То есть вот изначальные требования, которые предъявляются в школе и варианты, предложенные на ЕГЭ, они вообще совпадают или они могут разниться? Может появиться какое-то задание выплыть, да, и ученик его впервые, так скажем, видит, да, и не может его решить? Нет, конечно. Есть специальный федеральный институт педагогических измерений, называется он ФИПИ. И вот на сайте ФИПИ традиционно с сентября месяца вывешиваются открытые банки заданий. И пользуясь данными банками заданий, ребята даже самостоятельно могут подготовиться к сдаче ЕГЭ. Те задания, которые имеют место быть на сайте ФИПИ, традиционно, ну, только в другой формулировке, присутствуют и на едином государственном экзамене, в том или ином КИМИ. То есть вот никогда таких жалоб не было, да, что вот ученик обнаружил в своем задании что-то такое, чему его, так скажем, не учили никогда? Ну, почему же? Были? Бывают такие случаи, когда выпускник желает подать апелляцию на содержание заданий, контрольных измерительных материалов. Но, как правило, таких апелляций подавать, такие апелляции подавать нельзя. Апелляцию выпускник может подать только на процедуру проведения ЕГЭ, либо, когда уже получит свою проверенную работу, его что-то не устроит, он посчитает, что работа его проверена неверно и баллы выполнены неверно, вот только тогда он может подать апелляцию по результатам выставленных баллов. Но апелляцию на содержание КИМ выпускник подать не имеет права, нельзя. А вот апелляция вообще это эффективный процесс, так скажем, вот оспаривание каких-то результатов? Дети им пользуются? Конечно, пользуются. Бывает, что повышают балл, но почему-то на практике чаще понижают балл. Чаще понижают? Да. Поэтому надо просто как следует готовиться к ЕГЭ и не надеяться на апелляцию. Понятно. А вот вообще процедура апелляции, так скажем, вот какова вообще инструкция? Как? Если мне что-то не понравилось, да, что я вот дальше должен сделать? Вы немножко неправильно сформулировали, не понравилось. Не понравится, может, многое, да? Если выпускник подает апелляцию на процедуру проведения ЕГЭ, он может подать ее до тех пор, пока не покинул пункт проведения экзамена по окончании экзамена. То есть вот находясь в ППЭ. Апелляцию уже о несогласии с выставленными баллами выпускник подает в течение двух дней после того, как он получит результат, то есть проверенную работу. Вот такие правила. Он пишет какое-то заявление? Естественно. Пишет заявление. Он, если процедура, имеется в виду процедура о несогласии с выставленными баллами, то он едет в Академию социального, в РЦО, региональный институт. И там комиссия, специальная комиссия разбирает работу и выносит вердикт, соответствуют ли выставленные баллы, либо не соответствуют. Это надо, наверное, очень сильно быть уверенным. Конечно. Да, я с вами соглашусь. Действительно, ты сделал все верно. Да. И чтобы еще не понизили балл. Да. Понятно. А скажите, сколько сейчас вообще обязательных предметов для сдачи ЕГЭ и сколько не обязательных? Обязательные предметы для сдачи ЕГЭ два. Русский язык и математика. Математика в последние годы разделена на две части. Математику базовую и математику профильную. Так вот, ученик имеет право сдать и базовую, и профильную математику. Если профильная, необходима ему при поступлении в ВУЗ. Но если ребенку профильная математика не нужна, ему достаточно сдать русский язык, получив 24 балла, и математику базовую, получив 3 балла, не больше и не меньше, и получить аттестат по итогам сданных экзаменов. Вы сказали, два нужно сдавать. Два. Или человек может выбрать? Минимум два. Русский и математика. А вот какой предмет из необязательных сейчас вообще лидирует, так скажем, среди учеников? Может быть, по прошлому году? В последние годы лидерами по выбору предметов являются физика и общество знания. Физика? Да. А с чего это вдруг вот такой интерес? Ну, слава богу, в последние годы ребята проникаются к технической направленности, увлекаются физикой. Несколько лет назад тоже был такой технический бум, от которого в последние годы немножечко отошли в сторону гуманитарных дисциплин истории, экономики, русского языка, литературы. А в последние годы опять просыпается интерес. Ребята, проживающие в городском округе Серпухов, поступают в военную академию, которая расположена в нашем городе. Поэтому, может быть, еще и поэтому физика лидер. А вот вообще, каковы условия допуска выпускников к сдаче единого госэкзамена? Основным условием допуска является итоговое сочинение, которое в обязательном порядке пишут выпускники текущего года. И проводится оно в первую среду декабря, оно уже написано. Некоторые выпускники по итогам сочинения, написанного в декабре, получили незачет. И они имели возможность в феврале пересдать сочинение. У тех, кто вновь не получил зачет, будет еще возможность пересдать сочинение в мае. Это уже третий раз получилось? Третий раз, да. А если человек по каким-то причинам не написал плохо, написал все три раза сочинение? То есть такое вообще возможно? Понимаете, как бы вот относительно понятие «плохо написать», самое главное – получить зачет. Если по уважительной причине ребенок не смог написать сочинение, ему будет предоставлена возможность его пересдать. А это кто проверяет? Это проверяют учителя? Это проверяют эксперты, да. Специально сформированная комиссия экспертов, которая формируется из учителей русского языка и литературы школ нашего городского округа, которые проверяют работы выпускников, ставя зачет или не зачет. Есть определенный набор критериев, по которому работают эксперты. Поэтому все на законных основаниях происходит. А вообще вот когда проверяют работы, какие-то споры, наверное, разгораются между учителями? Кто-то с чем-то согласен? Конечно, естественно, конечно, возникают споры. Поэтому количество учителей, проверяющих работы, должно быть нечетным. Но все-таки, наверное, в большинстве случаев приходят все-таки вот к единому знаменателю, так скажем, да? Конечно, конечно. Конечно, конечно. Но самое-то главное, учат хорошо детей, и ребята нормально пишут сочинения. Мне подсказывают, что у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Так, говорят, что нет звонка, сорвался у нас звонок. Так, мы с вами продолжим дальше. Вот на ваш взгляд вообще в Серпухове существуют школы, где к ЕГЭ готовят наиболее, так скажем, качественно? Знаете, я хочу сказать одно. В нашем городском округе замечательные школы и работают отличные педагоги. Поэтому они все относятся ответственно к своему делу и готовят ребят очень хорошо к экзамену. Везде одинаково. Ну, где-то лучше, где-то хуже, но со всей ответственностью. Ну, у нас вообще вот 100% все сдают единый государственный экзамен. То есть все проходит нормально, без каких-то серьезных таких нарушений, так скажем? Ну, в основном, да, без нарушений. В прошлом году все выпускники, выпускники прошлого года получили аттестат. Получили аттестат. Да. А у нас вообще вот по прошлому году много учеников, которые получили 100 баллов, допустим? Да, в прошлом году 4 выпускника получили 100 баллов по русскому языку. И в прошлом году значительно увеличилось количество обучающихся, так называемых, высокобальников, которые получили от 80 баллов и выше за другие экзамены. Это русский язык. А вот по предметам, по выбору, например, если человек выбирает предмет, он, наверное, уверен в том, что он его хорошо знает. На 100 баллов вообще сдавали? Да, да, сдавали. В прошлом году были случаи сдачи на 100 баллов. Вы знаете, если ребенок выбирает экзамен для сдачи экзамен по выбору, то, естественно, к этому выбору он относится осознанно. И, как правило, если обучающийся выпускник решает обучаться на уровне среднего общего образования, то есть в 10-11 классах, как правило, в большинстве своем это ребята, которые уже определены со своим будущим и твердо понимают, какие экзамены им необходимы. Однако есть выпускники, которые, кроме двух обязательных, выбирают несколько по выбору. Ведь, по большому счету, всего предметов для сдачи ЕГЭ 14, то есть 2 русской математика и 12 других. И бывают ребята, которые 6 и 8 выбирают. И, между прочим, успешно сдают. Даже такие есть? Это герои настоящие? А какие предметы не входят в перечень предметов, которые сдают ЕГЭ? Не входит изобразительное искусство. Ну, его уже нет на уровне среднего общего образования, по большому счету. Не входит технология. Так что не входит физическая культура. Конечно, конечно. А черчение есть сейчас? Нет, сейчас черчение изучается как модуль учебного предмета технология в 9 классе. Понятно. А вот все-таки, да, говоря о ЕГЭ, сейчас много обсуждают тему, говорят о необходимости введения устной части в вопросы экзаменов. Вот если это произойдет вообще, старшеклассники все так же хорошо будут справляться? Поживем-увидим. Да, действительно говорят, что появится устная часть по русскому языку. Говорят о том, что скоро появится третий экзамен обязательный для сдачи ЕГЭ в 11 классе. Но пока никаких нормативных документов у нас на руках нет. Хотя информация уже появилась в интернете. Но вот лично вы, как вообще относитесь к ведению устной части? Положительно отношусь. Все-таки выпускник должен уметь говорить. А тут, когда пишут, да, все-таки пишут, учитель не может определить, насколько хорошо выпускник знаком с темой. Вот насколько вообще реально подготовиться к ЕГЭ самостоятельно, без репетиторов? Трудновато, конечно, будет. Но опять-таки, обращаясь к сайтам ЕГЭ, есть такой сайт едуегэ.ру, к сайту Федерального института педагогических исследований, если говорить о том, как подготовиться самостоятельно, пожалуйста, заходите на сайт, выбирайте открытый банк заданий по тому предмету, по которому вам это интересно, и отрабатывайте. Это можно делать и со своими друзьями, которые будут сдавать тот же экзамен. Так что все реально. Но там вот приблизительные задания есть, да, и человек может все это прорешать. Конечно. Очень хорошо подготовиться. Вообще-то говоря, контрольно-измерительные материалы, так называемые КИМы, это стандартизированный набор заданий. Так, например, есть определенные темы, допустим, физика, механика, электричество. Вариантов КИМов может быть несколько, 20, 25 и более. Но задания по механике, допустим, под номером 6 в КИМе по физике, они аналогичны. Так, как они представляют раздел механик. То же самое по электричеству, то же самое по другим предметам, по русскому, математике и так далее. То есть, зная то, какие темы являются основными, ну, естественно, кто лучше всего это знает, педагог-предметник, который ведет тот или иной предмет. Подготовить к ЕГЭ и самому подготовиться к ЕГЭ по желанию, при желании, это реально. Можно. А вот скажите, как выглядят вот эти самые КИМы, да, если мы берем, например, русский язык, да, и математику. Вот там какие задания? Там несколько этапов, да, и уровни сложности, как было раньше, или как сейчас? Конечно, конечно. КИМы, они тоже стандартизированы, несмотря на то, что предметы абсолютно разные. И прежде чем приступить к выполнению того или иного задания по тому или иному предмету, необходимо прочесть те указания, которые даны выпускнику, как вы выразились, во вступительной части КИМы. А затем уже приступить последовательно к выполнению заданий. Есть задания более простые, они, как правило, расположены в первой части КИМы. По мере продвижения к окончанию работы задания усложняются, и для того, чтобы правильно их решить, необходимо, как бы, показать свои знания и получить правильный ответ. Нет. Гораздо сложнее, но, опять-таки, все в пределах рабочей программы по предмету. Никаких сведений, которые дети не изучали на уровне среднего общего образования, там нет. И быть не может. А вот сочинение писать, есть такое задание в КИМы или нет? По русскому языку я не знаю. Ну, там, скорее, не сочинение, но формат приближенный к сочинению. Выразить мысли, да? Совершенно верно. Ответить на какой-то вопрос, выразить мысли, вы абсолютно правы. А вот раньше, я знаю, что тестовые задания проверял компьютер. Да. Отвозили в Москву, и там все это проверялось. А вот сейчас как идет проверка? Сейчас проверка идет двумя экспертами. То есть, если работа, проверенная двумя экспертами, получает разное количество баллов, то данная работа проверяется третьим экспертом. И находится консенсус по результатам проверки. А может быть такое, что консенсус не находится? Нет. Такого не бывает. Эксперты все подготовлены. Они прослушивают определенное количество учебных часов, так называемые курсы повышения квалификации для эксперта, проверяющего ЕГЭ. И они знакомы с критериями проверки. Как правило, эксперты не ошибаются. Понятно. А вот сейчас в книжных магазинах очень много материалов подготовительной литературы, так скажем, и для подготовки к ЕГЭ. Вот какую литературу выбрать лучше, а чего не стоит приобретать для того, чтобы готовиться? Вы можете дать в этом плане какие-то советы? Ну, глядя на то, сколько сборников заданий сейчас мы можем увидеть в книжном магазине, я могу посоветовать только одно. Не увлекайтесь, не набирайте много литературы. Опять-таки, обращу ваше внимание на открытые банки заданий. Этими открытыми банками заданий пользуются в своей работе и педагоги, преподающие тот или иной предмет в 10-11 классе. Кроме того, в 10-11 классах проводятся так называемые диагностики статград, которые опять-таки помогают ребятам готовиться к ЕГЭ, так как имеют в своем содержательном варианте как раз те задания, которые будут ребятам встречаться при сдаче ЕГЭ. То есть есть много источников, которые помогут подготовиться к ЕГЭ. Ну, а если пришел в книжный магазин и, открыв книгу, понял, что вот это что-то новое и полезное, почему бы не купить? Можно и купить. Ну, вот тоже как понять, что это полезное? Это уже сугубо индивидуально для каждого выпускника. Ну, поэтому, наверное, можно проконсультироваться с учителем, да? Конечно, конечно. Обязательно подскажет. Конечно. Вот, если известны уже сроки сдачи ЕГЭ в этом году, давайте об этом немножечко расскажем. В этом году ЕГЭ будет проведен в три этапа. Первый этап досрочный начнется с 14 марта и продлится до 7 апреля. Основной этап начинается 29 мая, заканчивается 1 июля. Есть еще и дополнительный этап с 4 по 15 сентября. Опять-таки все даты называю ориентировочно, потому что пока еще проект расписания мы имеем в виду. Ну, в общем-то, сроки вот определены досрочный, основной и дополнительный. А досрочный, основной, основной понятно, да? Вот досрочный и дополнительный. Что это за этапы, для чего они вообще нужны? Досрочный этап – это этап, на котором сдают экзамены выпускники прошлых лет. А дополнительный этап предполагает возможность сдать, пересдать экзамен тем, кто на основном и досрочном этапе не справился с одним из основных экзаменов, и он будет иметь возможность в сентябре его пересдать. А, то есть такая возможность есть. Да. И чтобы можно вовремя все-таки подать документы в институт и успеть. А таких вообще много? Вот учеников, которые, да, сдают дополнительный этап, которые не справляются, так скажем, в основном? Вы знаете, к счастью, немного. Немного? Немного. Давайте вот еще поговорим о том, как вообще происходит, вот какова система, процесс сдачи единого госэкзамена. Наступает утро, да, экзамены, мы сдаем, допустим, русский язык. Да, то есть вот что, как это все проходит? Вы знаете, сразу хочу сказать, что хочу успокоить родителей, потому что, как правило, в день сдачи единого государственного экзамена родители волнуются больше, чем дети. И связано это с тем, что видеонаблюдение, металлоискатели, устройство для подавления мобильной связи, все это имеет место быть на пункте проведения экзамена. Но, вы знаете, это уже имеет место быть не первый год, уже в течение нескольких лет. Поэтому ребята уже к этому привыкли. И практически, категорически, простите, запрещается приносить с собой телефоны. То есть черная гелевая ручка, паспорт, уведомления на экзамен и знания. Проходит ребенок, приходит на ППЭ, его любезно и доброжелательно встречает коллектив организаторов в аудиториях, организаторов вне аудитории, которые организуют процесс проведения ЕГЭ. В определенные временные рамки происходит пропуск детей на пункт проведения экзамена. На этом же пункте имеют право присутствовать общественные наблюдатели. Кстати, в нашем городском округе в прошлом году в качестве общественных наблюдателей работали студенты. И очень успешно. И в этом году они тоже будут привлекаться в данном качестве для проведения ЕГЭ. Ребенок проходит на пункт проведения экзамена, его провожают в аудиторию. В определенное время организатор в аудитории проводит инструктаж. И время проведения инструктажа не входит во временные рамки проведения экзамена. После того, как регистрационные бланки заполнены, инструктаж закончен, ребята приступают к работе с кемами. А сколько часов дается на выполнение всех заданий? Это в зависимости от того, какой предмет имеет место. Математика – три часа, русский язык – три с половиной. То есть у каждого предмета есть свои временные рамки. А времени хватает? Конечно, хватает. За полчаса и за пять минут до окончания экзаменов организаторы в аудитории предупреждают ребят о том, сколько времени осталось до окончания экзамена. Есть такие, кто все делает за час и со спокойной душой кидают аудиторию? Есть. Есть. Конечно. И издают хорошо? По-всякому. Но таких немного. В последние годы явно видно, что ребята стали ответственнее относиться к подготовке к единому государственному экзамену и основному государственному экзамену тоже. Потому что это не только, наверное, выпускной экзамен, в частности, для одиннадцатиклассников, но еще и вступительный. Конечно. Поэтому относятся более серьезно. Вот вы говорили об общественных наблюдателях, которые работают. Их функции какова? Что они делают? Общественные наблюдатели наблюдают за порядком проведения единого государственного экзамена. Кстати, общественные наблюдатели наблюдают за порядком и проведения основного государственного экзамена. Эта категория участников есть как при проведении государственной итоговой аттестации в одиннадцатых классах, так и в девятых классах. Кстати, общественными наблюдателями могут быть не только студенты, но и родители, представители нашего городского округа, которые пожелали быть общественными наблюдателями, прошли определенное обучение, получили удостоверение общественного наблюдателя и пришли на пункт проведения экзамена в день экзамена наблюдать за процедурой проведения, за процессом. А как вообще стать общественным наблюдателем? Надо тоже написать заявление? Конечно, конечно. Надо обратиться в комитет по образованию, написать заявление, пройти процедуру обучения. Пожалуйста, это не возбраняется. А вот таких пунктов сдачи в Серпухове создано сколько будет? У нас в городском округе Серпухове на сегодняшний день 5 основных пунктов проведения экзамена, которые располагаются на базе 1, 2, 7, 9 и 16 школ и один запасной или резервный пункт проведения экзамена на базе 17 школы. А резервный на случай? А резервный на случай того, что выпускников может быть очень много и аудиторий, 56 аудиторий не хватит для проведения единого государственного экзамена. Может быть и такое? Может быть и такое. Нет, может быть и такое. Количество детей в нашем городском округе из года в год растет. А вот скажите, сейчас много говорят о том, что в количество обязательных предметов будет введен третий предмет. Что-то вообще знаете об этом? Ну да, идет речь о предмете история, но опять-таки повторюсь, пока никакого нормативного документа о введении третьего обязательного предмета при сдаче ЕГЭ нет. Так что поживем и увидим. Ну а на ваш взгляд, как профессионала, если бы такой предмет появился, третий обязательный, вы бы все-таки к какому предмету больше склоняетесь? Какой бы выбрали вы? Наверное, историю. Историю? Да. Молодое поколение должно знать историю своей страны. То есть английский язык немножко не то, да? Английский язык, это, конечно, здорово, но если выбирать между английским языком и историей, наверное, все же история. А вообще историю много учеников выбирают для сдачи как необязательный предмет? Выбирают. Не могу сказать, что много, но история – это предмет не из разряда малочисленных. Есть ребята, которым история необходима, и они ее выбирают из года в год. А меньше всего, какие предметы выбирают? А вы знаете, очень трудно об этом сказать, потому что, допустим, в этом году лидер физика, а в прошлом году лидер биологии, а в позапрошлом опять физика. То есть мы не можем, нет такой статистики, которая сказала бы, что вот в этом году лидер этот, а в этом лидер этот. Понятно. А вот задания в ЕГЭ, да, с каждым годом становятся все сложнее, так получается. Вот на ваш профессиональный взгляд, есть ли в ЕГЭ, ну, так скажем, бессмысленные, да, или неудачные, может быть, задания? И какой тип заданий вы бы убрали, а какой, может быть, наоборот, добавили? Вот по вашему мнению. Вы знаете, по моему мнению, контрольно-измерительные материалы очень и очень правильно выполнены. И, честно говоря, мне как специалисту, а предмет мой, написанный в моем дипломе, это физика, видится, что все очень правильно подобрано. И уровень сложности возрастает постепенно, и разбиты по определенным частям в КИМе задания, то же самое, очень и очень правильно. Так что я бы ничего не стала менять. Ну, и даже ничего и не добавляли бы. Вы знаете, тогда ребятам времени не хватит для того, чтобы выполнить полном объеме. Если, допустим, вот можно прибавить количество часов, да, полчаса или еще час, плюс к экзамену, что бы вы добавили, вот по вашему мнению? Что бы я добавила? Ну, может быть, что-то порассуждать о чем-то, ответить на тот или иной вопрос касательно, опять-таки, разных предметов, не только литературы и русского языка. Той же самой химии, биологии. Наверное, коль мы заговорили о том, что возникла необходимость введения устной части, нам хочется, чтобы выпускник говорил, высказывал свои мысли. И, наверное, для этого можно добавить задание на рассуждение. Вот этого не хватает. Немножечко. Немножечко, понятно. А вот, допустим, да, произошло неприятная ситуация, да, во время сдачи ЕГЭ, и ребенок почувствовал себя плохо во время экзамена. Вот как быть в этом случае, что вообще происходит? И как вот действует комиссия? В этом случае ребенок сдает ким, выходит из аудитории его, организатор его аудитории, провожает к медицинскому работнику, который в обязательном порядке находится на каждом пункте проведения экзамена. Ребенку оказывают первую медицинскую помощь, если необходимо, вызывают скорую медицинскую помощь. И так как составляется, естественно, акт о досрочном окончании экзамена по уважительной причине, и у ребенка в резервные дни будет возможность сдать экзамен. И то, что он не смог закончить экзамен в данный день, никакого отрицательного влияния не окажет на сдачу экзамена в резервный день. Вот вы говорите, сейчас технический прогресс дошел до того, что детям не дают ничего с собой не пронести, даже сигнал телефона глушится. Но все-таки каким-то образом, бывают ли случаи, когда удается поймать учеников за списыванием, или где-то откуда-то все-таки как-то они достают какие-то вспомогательные материалы для сдачи ЕГЭ? Бывают вообще такие случаи? Конечно, бывают. Бывают, к сожалению, бывают. И если организатор в аудитории обнаруживает у выпускника мобильный телефон, он имеет полное право аннулировать результат экзамена данного выпускника. И что тогда происходит? И тогда выпускник не имеет права сдавать экзамен, если это экзамен по выбору в этом учебном году. И будет сдавать этот экзамен уже на следующий год. Получается, год он теряет? Год он теряет, да. А вообще вот такие случаи есть? Бывали? Вы знаете, их, к счастью, очень немного, но они имеют место быть в нашей Московской области и в России тоже. Ну, к сожалению, очень жаль, что до сих пор ребята не понимают, что мобильный телефон на едином государственном экзамене – это не то, что нужно приносить на единый государственный экзамен. Согласитесь. А вот как выйти из аудитории, как покинуть можно аудиторию на время, чтобы, не знаю, попить воды, сходить в туалет? Ну, пожалуйста, пожалуйста, сдаем КИМ, вернее, закрываем КИМ, сдаем организатору в аудитории, выходим спокойно и идем в туалет. Кроме организатора в аудитории на пункте проведения экзамена дежурит организатор вне аудитории, который провожает ребенка до туалетной комнаты. И опять-таки процесс в обратном порядке происходит. Приводит его обратно. Приводит его обратно, да. Вот скажите, сколько лет действуют результаты ЕГЭ, полученные, например, вот в этом году? И возможность пересдачи есть, если человека результат не устраивает? Ну, наверное, все-таки здесь того человека, который не в этом году заканчивает школу. Результат ЕГЭ действует 4 года, но выпускник, если он не удовлетворен результатом, имеет право его сдать и на следующий год тоже. И повысить свой результат. Пожалуйста. То есть, если в этом сдал не очень хорошо, да, и в институт человек не поступает, а на следующий год может сдать и вот уже пойти с тем результатом? А может пойти вот с этим, который действителен 4 года. Какое право выбора хорошего. Конечно, конечно, конечно. Понятно. А вот сейчас вообще остались ли медалисты? Существуют медали также в школах выдают или нет? Конечно. И я хочу сказать, что система образования городского округа Серпухов славится теми ребятами, которые каждый год получают в 9 классе аттестаты особого образца. В прошлом году было получено более 70 аттестатов особого образца. И около 70 медалей за особые успехи в учении было получено в прошлом учебном году. К сожалению, сейчас нет золотых и серебряных медалей. Есть просто медаль за особые успехи в учении. Но это такая красивая медаль, которая показывает, что действительно ребенок потрудился, и это плод его труда. А вот для медалистов есть минимальный балл сдачи ЕГЭ? Или такого? Нет. Нет. Медаль сейчас это просто предмет, который подтверждает, что ребенок трудился не зря, обучаясь в школе. Ну а в институтах как-то вообще на это обращают внимание? Или все-таки нет? Пока нет. Или это больше для себя, так скажем, для собственного удовлетворения? Вы правы, для собственного удовлетворения. Но опять-таки ведутся разговоры о том, что в ближайшие годы медаль приобретет вес. Даже так? Да. Ну это здорово. Поэтому есть к чему стремиться. Конечно. И всем детям, которые учатся очень хорошо. И напоследок, что вы можете посоветовать будущим выпускникам? Существует ли секрет хорошего результата сдачи ЕГЭ? Что бы посоветовать? Я уже сегодня в ходе нашего разговора неоднократно сказала, что самое главное учиться с любовью, любить свою школу. И добавлю, что для того, чтобы жизнь была всегда светла и радостна, с радостью идти в школу, с радостью общаться с родителями, близкими, успешно и опять-таки с радостью выбирать своевременно экзамены. Ну и, конечно, учиться, учиться и учиться. Это самое главное. И в последние годы, повторюсь, опять-таки, наши выпускники это поняли и относятся к процессу обучения очень ответственно. Здорово. Дай Бог, чтобы так было всегда. Спасибо вам, Ирина Геннадьевна, что пришли к нам сегодня, рассказали о порядке сдачи ЕГЭ. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что нас смотрели. Всего вам самого доброго и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова